Всем привет! Это видео о создании двух простых, но на мой взгляд очень симпатичных дизайнов. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Оба дизайна будут выполнены при помощи одной пластины для стемпинга от Born Pretty Spring Garden L003. Как я уже сказала, оба дизайна просты в исполнении. Для второго дизайна нам понадобятся цветные маркеры. Будем делать цветной стемпинг маркерами. Ну а пока для первого дизайна я перекрыла ноготки двумя слоями белого лака. Отпечатываю выбранный рисунок синим лаком и переношу на ноготок. Затем отпечатываю этот же рисунок мятным лаком и переношу на ноготок поверх первого рисунка с небольшим смещением. Получившийся рисунок смотрится объемнее и, на мой взгляд, интересней. Создание такого стемпинг-дизайна не требует наличия большой палитры лаков для стемпинга. Таким образом можно сочетать 2-3 цвета. При этом даже несочетаемые на взгляд цвета иногда при наложении смотрятся интересно. Когда дизайн на двух пальчиках был готов, на этом, в принципе, можно было и остановиться. Но мне все же чего-то не хватало. На палитру наношу буквально по капле каждого цвета, который использовала в стемпинге. Несколько капель разбавителя и мы получаем те же оттенки с менее плотной консистенцией. Несколько мазков кистью и дизайн готов. Если такой рисунок выполнить с ней разбавленными лаками для стемпинга, рисунок получится менее воздушным. Ну что ж, теперь перекрываем дизайн топом, который не смазывает стемпинг. После того, как первый слой топа высохнет, перекрываем дизайн топом, который вам больше всего нравится. Ну вот, первый дизайн готов. Переходим ко второму. Цветной стемпинг-дизайн буду делать при помощи маркеров. Я уже нанесла на ноготки по два слоя белого и черного лака. Маркерами разных цветов раскрашиваю выбранный рисунок прямо на пластине для стемпинга. Для создания такого дизайна лучше использовать перманентные маркеры. В стержнях таких маркеров более пигментированная и влагоустойчивая краска. Раскрашенный рисунок перекрываем белым лаком. Я использую лак для стемпинга, но можно воспользоваться и обычным белым лаком. Скрапером убираем лишний лак, отпечатываем рисунок на штамп и переносим на ноготок. В данном случае белый лак выступает в качестве подложки. Он же позволяет перенести раскрашенный рисунок маркерами с пластины на штамп. Решила показать вам, как будет выглядеть цветной стемпинг дизайн маркерами на белой и черной основе. Поэтому один ноготок я перекрыла белым лаком, а остальные ноготки черным. Если вы только начинаете увлекаться стемпингом и у вас небольшая палитра специальных лаков, думаю, такой вариант цветного стемпинга вам может пригодиться. Если при создании таких дизайнов использовать белый лак с очень плохой пигментацией, рисунок с пластины на штамп перенесется, но вот на темной подложке он будет еле виден. При создании такого стемпинг дизайна можно использовать фломастеры на водной основе. Рисунок получится цветным, но не таким ярким. Когда дизайн готов, перекрываю его топом на водной основе. Такой топ тоже не смазывает стемпинг. После того, как первый слой топа высохнет, перекрываем дизайн любимым топом. И вот второй дизайн готов. Какой из двух дизайнов вам понравился больше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Если хоть один дизайн вам понравился или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего! До скорых встреч!